Для меня поиски идеальной тональной основы продолжаются, я вам уже несколько раз об этом говорила, что на данный момент я столкнулась с тем, что у меня нет какого-то любимого флюида или какой-то тонкой тональной основы, которая будет выравнивать общий тон лица, но при этом не подчеркивать текстуру кожи, не заваливаться в морщины и делать общий вид макияжа очень свежим, с таким естественным сиянием кожи. Короче говоря, задача не из самых простых, я вам честно скажу, потому что много чего я перепробовала, но пока что вот то, что сейчас у меня на лице, меня впечатлило больше всего. Я смотрю на себя в зеркало, мне настолько нравится, как выглядит сейчас моя кожа, мне даже сложно это передать, действительно очень впечатляющий продукт и я вам буду показывать естественно и нанесение, и тест-драйв, и как этот тон выглядит при дневном освещении, а не только в искусственном свете, таком студийном. Сегодня у нас претендент из люксового сегмента, а именно новый продукт от Estee Lauder, который называется Double Wear Cushion. И перед тем, как мы с вами перейдем к нанесению, хочу сказать последнюю вещь, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не терять меня в подписках, потому что на данный момент, даже если вы подписаны, но колокольчик не нажат, может такое произойти, что YouTube не будет показывать мои новые видео у вас в ленте, поэтому обязательно, если вы даже подписаны, нажимайте на колокольчик и давайте приступать. Для меня всегда так волнительно, когда у меня в руках оказываются какие-то новые релизы или вообще новинки косметики. Обожаю вот это первое знакомство, первую распаковку. Что касается внешнего вида, то здесь это абсолютная классика Estee Lauder, такая темная синяя упаковка с золотым шрифтом. И я настолько сегодня вдохновилась этой эстетикой, что у меня и в кадре все сегодня соответствует. Такой темно-синий фон и желтую блузку я надела как раз вот под стать нашей новинки. У самого Cushion тоже очень красивая упаковка, и сразу, когда ее берешь в руки, понимаешь, что у тебя в руках люксовый продукт. Что меня удивило в плане этого Cushion, это то, что он сделан не в Корее, потому что раньше любые Cushion, которые попадали мне в руки, были только корейского производства. Этот Cushion сделан в Японии. Давайте быстренько еще пройдемся по фактам. Объем здесь 12 грамм. В принципе, достаточно стандартно для Cushion. В среднем они где-то 12-15 грамм по объему. Оттенок я себе взяла 1N2 Экрю. Это оттенок, который мне подходит вообще в принципе в линейке Estee Lauder. У меня вот в этой линейке Double Wear уже очень много всего есть, и всегда я беру этот оттенок, он мне всегда очень хорошо подходит. В Cushion всегда есть SPF, и здесь его достаточно много, это SPF 50. И по составу я смотрю, что на него действительно можно положиться, потому что после воды сразу идет высокое содержание диоксида титана и потом оксида цинка тоже. То есть в принципе, если вы планируете нанести этот BB крем с утра и не наносить свой обычный SPF, то на этот мне кажется, что можно положиться. По крайней мере, исходя из его состава, здесь действительно большое содержание физического SPF. То есть на 8 часов его должно хватить, и более того, так как это формат Cushion, его легко носить с собой, и даже где-то если вы видите, что что-то с макияжем произошло, Cushion очень легко поправлять на протяжении дня. Меня, кстати, многие спрашивали, как следить за SPF в течение дня, особенно если макияж уже на лице. Вот ответ, это Cushion. Самый лучший, самый простой способ поправления SPF на протяжении дня. В середине у него достаточно большое зеркало, вполне его достаточно для поправления макияжа. Стандартный спонж для Cushion. И давайте же, наверное, его открывать, потому что мне просто не терпится нанести его на лицо. Самый лучший звук. Итак, макаю несколько раз в средство и начинаю наносить. Я сразу вижу, что у него очень-очень-очень плотное покрытие. У меня вот здесь вот была сосудистая сеточка, и вот сейчас я ее не вижу, хотя покрытие очень тонкое. Вот действительно, я не вижу, что у меня нанесено прям какое-то средство. И оттенок, конечно же, мне подходит. Я знаю, что мне этот оттенок подходит. И я рада, что на эту марку можно положиться. Знаете, что они все-таки придерживаются того, чтобы все оттенки выглядели одинаково. Потому что иногда бывает и такое, что покупаешь вроде бы такой же оттенок, просто в другой серии, а он совершенно не такой, он там более желтый или наоборот более розовый почему-то. Вот этот оттенок очень классный. Он действительно светлый, нейтральный, но не слишком белый. Такой вот как раз идеально мне подходит. На официальном сайте Estee Lauder написано, что компактный BB-крем Cushion Double Wear обеспечивает гладкое и естественное покрытие, обладает стойкостью знаменитых средств Double Wear и держится до 8 часов без необходимости поправлять макияж в течение дня. Его текстура настолько легкая, что практически не ощущается на коже. Регулируемое покрытие помогает скрыть расширенные поры, мимические морщины и другие несовершенства кожи. Формула не содержит масел, контролирует выработку себума и жирный блеск, увлажняет кожу и защищает ее от ультрафиолетовых лучей благодаря высокому социозащитному фильтру SPF 50. Вот действительно линейка Double Wear какая-то уникальная просто, потому что я вообще сейчас не вижу, что нанесено какое-то средство на кожу, но при этом тон полностью выровнялся. В первую очередь мне нравится степень покрытия. Это действительно такое хорошее среднее покрытие, которое перекрывает основные недостатки. У меня здесь на лбу осталось еще несколько пятнышек, которые я потом поверх еще перекрою обязательно консилером, но тот факт, что этот кушен перекрывает сосудистую сеточку, меня очень впечатляет, потому что у меня она начала проявляться вот здесь вот. И после нанесения этого кушена, вот буквально пару раз я прихлопнула, все, она сразу пропала. То же самое и на носу. Причем с моей текстурой, по-моему, тоже отлично этот кушен работает, он ее не подчеркивает, на носу все поры сглажены, в то же время вот здесь вот текстура у меня не подчеркнута. Конечно, она не исчезла, она никуда не исчезнет с любым средством. И вы знаете, из-за того, что финиш такой вот сияющий, он как будто имитирует вот это естественное свечение кожи, и именно свечение, а не излишний жир, то этот эффект, он как создает такой софт-блюр эффект, он как будто даже сглаживает текстуру по всему лицу. Самое главное теперь, на данный момент, проверить его стойкость, чтобы это все не превратилось в излишнее сияние, как, например, может делать тот же люмене. Ну и давайте я сейчас закончу полностью свой макияж, проверю заодно, как этот кушен работает с другими косметическими средствами, и уже вернусь к вам с более полноценными выводами. Я закончила свой макияж, и сидела сейчас, рассматривала себя здесь в студии, в зеркале, потом пошла тоже при естественном освещении на себя посмотрела. Мне очень нравится то, что я вижу в зеркале. Покрытие действительно с тонкого слоя получается достаточно плотным, но не таким плотным, которое создает маску на лице, а именно достаточная плотность для того, чтобы скрыть какие-то недостатки, но в то же время абсолютно невесомо и незаметно это выглядит на лице, не перегружено, есть вот это естественное освещение, которое красиво сейчас выглядит. Самое главное это давайте скрестим пальцы, чтобы вот так вот это все продержалось на протяжении дня. Пока что тоже я не вижу, чтобы он проваливался в морщины или подчеркивал какие-то мимические морщины, это тоже очень важный для меня пункт, поэтому в течение дня тоже это будем с вами проверять. Давайте сейчас я вам тоже покажу, как этот кушен выглядит при дневном освещении, для того, чтобы вы сами посмотрели в макросъемке, насколько вам это нравится или не нравится. Мне очень нравится, кожа выглядит естественно, и в то же время увлажненной, напитанной, красивой, сияющей, в общем-то полностью в моем стиле. И вы знаете, я замечаю, что с возрастом все-таки очень важно добавлять это сияние, потому что если с 20 до 30 лет для нас достаточно важно перекрыть какие-то недостатки, сделать какую-то маску на лице, для того, чтобы все выглядело прям безупречно, скрыло какие-то, возможно, недостатки, какие-то прыщики, то чем старше мы становимся, тем больше мы начинаем ценить какую-то естественность. И как раз такого плана тональные основы, кушены, очень хорошо имитируют вот эту естественно красивую кожу, и я просто не могу сейчас налюбоваться своим отражением в зеркале, мне очень нравится. Фух, мне пришлось сделать небольшой перерыв, потому что соседи решили установить кондиционер, и, естественно, звуки перфоратора. Это не те милые звуки, которые будут усладой для ваших ушей. Поэтому сделала небольшой перерывчик, но время зря не теряла, еще пофотографировалась. Ой, настолько красиво выглядит этот тон на фотографиях. Вот действительно, я, как человек, который знает, как выглядят оригиналы и потом, что из них можно сделать, у меня такое впечатление, что оригинальные фотографии выглядят настолько круто, что их уже можно дальше даже не ретушировать. Пока что по всем статьям меня этот кушен очень радует, и я с нетерпением жду вечера, чтобы проверить, как он еще будет держаться. Последнее, что я хотела обсудить, это стоимость. Естественно, Estee Lauder это люксовый бренд, поэтому мы здесь не ожидаем бюджетную стоимость. Но знаете, что я заметила? У Estee Lauder, наверное, один из самых доступных люксов вообще в таких вот дорогих магазинах косметики, потому что, вот, например, если взять ту же тональную основу от Lumine, она стоит всего лишь на 10 долларов дешевле, чем этот кушен. И понятное дело, что здесь объем больше, но в то же время пока что мне настолько нравится этот кушен, что я бы готова была переплатить и взять меньший объем, если сейчас их передо мной поставят, и мне нужно будет выбрать или один, или другой. В любом случае, вы видите все сами, независимо от того, какие у меня сейчас были эмоции, и как я это все с каким вдохновением вам преподносила, меня действительно впечатлил этот кушен. Я могу сказать, что он отличается от того, что я пробовала до этого, и в более бюджетном сегменте я не могу сказать, что я могла бы подобрать ему аналог. Сейчас почти 2 часа дня, и это значит, что для того, чтобы протестировать стойкость на протяжении 8 часов заявленных, мне нужно будет сделать следующий чекин в районе где-то 10 вечера. Я обязательно это сделаю. Давайте я вам сейчас покажу эти кадры вместе со своими комментариями. Проходив с этим тоном целый день, я поняла, что зря переживала, что он еще больше будет блестеть. Наоборот, спустя где-то часов 6, я начала замечать, что из-за его стойкой формулы лицо стало выглядеть немного более матовым и местами суховатым. Особенно это было заметно на носу и на подбородке. Тем не менее, общий вид макияжа, на мой взгляд, очень круто сохранился, и если оценивать этот кушен по 10-бальной шкале, то я бы поставила восьмерку. На мой взгляд, этот кушен подойдет для нормальной комбинированной кожи, склонной как к сухости, так и к жирности. Но для жирной и сухой кожи, скорее всего, не лучший вариант, а для возрастной моим фаворитом все еще остается люмене. Лично для меня стейлаудер выигрывает тем, что он потрясающе выглядит на фото и видео, и пока что это лучший тон, который сглаживает текстуру лица. И на этой позитивной ноте я буду заканчивать это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать вот здесь вот. И также вы можете сейчас перейти посмотреть какое-то другое мое видео, которое вам сейчас рекомендует YouTube. Я вам, наверное, еще оставлю обзоры каких-то других тональных основ, чтобы вы смогли сравнить картинку сегодняшнюю с какими-то предыдущими обзорами. А если вы эти видео видели, то мы с вами, конечно же, увидимся через несколько дней моем новом видео.